Всем привет! Это программа Точка Ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу вам о том, чем же жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Какие новости интернета попали в топ, что обсуждалось в городских пабликах и чем удивили самарские ученые. Лолкек Чебурек. Поехали! Сегодня в программе. Махнули крылом, как самарские болельщики завалили соцсети. В Самаре разработают способ работать в интернете с силой мысли. 3D-архитектура. Новые технологии на службе самарских реставраторов. Инстаграм расширяется на радость пользователям. Майские жуки в пуховиках, смешное видео, все это и многое другое прямо сейчас. А че это здесь делают? Говорят, ничего на свете лучше нету, чем болеть за крылья советов. Ох и жаркая выдалась суббота в Самаре. И это я не о погоде. Крылья советов принимали зенит, а болельщики принимали солнечные ванны. А что еще оставалось? Ну, в принципе, что тут говорить? Вы и так все знаете. Эмоции захлестнули всех. Кажется, за самарскую команду переживали все. Даже те, кто никогда в жизни не смотрел футбол. Социальные сети просто заполонили фото и видео с трибун стадиона «Металлург». 19 тысяч зрителей. Это вам не шутка. Что ж, ругаться каждый гораздо. Всякое бывает. Вдруг впереди белые полоса. Давайте пожелаем крыльям советов удачи. Мы болеем за команду эту, за футбольный клуб «Крылья советов». Не страшны нам в стенах «Металлурга» клубы из Москвы и Петербурга. «Крылья, крылья, 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 расправь сама, расшири, Дай отказа, вон он, стадион. Крылья, крылья, их нет сильнее в мире, Снова крылья запевают гол. В Самарском техническом университете продолжают экспериментировать с 3D-принтером. Инженеры уже приступили к работе над запчастями штурмовика Ил-2. И будет изготовлена массогабаритная копия пулемета. В декабре самолет после ремонта вернут на Московское шоссе. Кроме авиадеталей, в Центре литейных технологий изготавливают уникальные архитектурные элементы зданий, такие как дверные ручки старинных домов, срубленные вандалами буквы с памятников, декоративные таблички и многое другое. Центр создан при факультете машиностроения, металлургии и транспорта. В медицинском университете приступили к проектированию терминалов для нейрочата. Эта технология создана для интернет-общения людей, которые не могут двигаться или говорить. Это беспроводная гарнитура с электродами, которая надевается на голову и подключается к компьютеру. Система проводит электроэнцефалографию и преобразует сигналы мозга в текст на экране. Пока не очень быстро – 5-6 символов в минуту, но это невероятный успех. В будущем это будет компьютер со специализированным программным обеспечением и механизированными креплениями для кровати или инвалидного кресла. Обкатывать технологию собираются именно на базе Самарского меда. В инстаграме зреет революция. Долгое время пользоваться сервисом могли только обладатели мобильных устройств. Причем акцент был сделан именно на смартфоны, так как официального приложения для iPad до сих пор не существует. Разработчики решили исправить этот недочет. Так, раньше в браузере можно было лишь просматривать ленту публикации. Теперь же можно будет загрузить фото, правда, без фильтров. Нельзя будет также и создавать истории или загружать видео. Но и это уже большой плюс. Новое введение было сделано специально для стран с низкой скоростью интернета и дорогим трафиком. Google файл стартанул с Android Pay в России. Пользователям стали предлагать приложения, которые пока не работают. Приложение можно попробовать скачать по прямой ссылке из Google Play. Однако, судя по всему, карты ни одного банка внести в сервис пока нельзя. У других пользователей приложение даже скачать не удается, а в поиске по российскому Google Pay найти его нельзя. В начале мая российский Google сообщил о запуске нового приложения на 15 мая. Однако, на днях мероприятие перенесли на неопределенную дату. Возможно, запуск Android Pay в России ненадолго откладывается. В России Android Pay запускается значительно позднее конкурентов. Сервис от Samsung появился в сентябре, а от Apple в октябре прошлого года. Майские жуки прилетели в пуховиках. Эту фото облетела весь российский интернет, и каждый своим долгом счел пожаловаться на такую вот холодную весну. Потом к этому добавились еще и меховые гольфы в сандаликах и прочие милейшие фотографии. Или вот еще одно фото, наделавшее много шума. Визит канцлера Германии Ангела Меркель в Саудовскую Аравию. На фото Меркель стоит рядом с королем, и у немецкого политика якобы размыты непокрытые платком волосы. Разлетелся это фото по всему интернету. Все активно обсуждали, как арабское телевидение не щадит женщин и пытается зацензурировать даже голову канцлера. И никто ведь не обратил внимания, что автор этого снимка сразу предупредил. Это ведь всего лишь шутка. Ну а прямо сейчас предлагаю посмотреть самые смешные видео минувшей недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В социальных сетях интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Twitter, Instagram, группу ВКонтакте, Facebook и канал на YouTube. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok